И, наверное, сейчас будет последняя партия по 5 минут. Последняя партия, потому что вы видите, отсчет времени у нас 4 минуты. Я думаю, что это будет последняя партия в нормальные шахматы по 5 минут, после чего соперники еще сыграют по 5 минут в фишеровские шахматы. Ух ты, как необычно, друзья мои. И вот Ян, Ян сыграл Е4, и у нас вместо шотландской партии получилась Испаночка. Ну, такой совершенно нормальный, стандартный, так, А3, да. Ну, и дело в том, что Ян уклонился от основных дорог путем D2-D3, такая тихая испанка. Вы знаете, Ливону Ароняну поставить серьезные проблемы в испанской партии, это проблема подчасть нерешаемая, хотя бы потому, что в основных продолжениях он играет контратаку Маршала. И знает там фантастически, хорошо и глубоко. И вот, пытаясь уклониться от контратаки Маршала, соперники белыми фактически отказываются от прямой игры. От прямой игры в центре, ну и, соответственно, получается так, что черные получают массу темпов для того, чтобы спокойно развиться, поставить фигуры по-человечески. Так что здесь какого-то существенного перевеса белых нет и быть не может. Так, ну что, пока конь на А2 стоит довольно забавно, а на Ц3 нельзя выходить из-за размен на Б4. Что же делать, как быть? Ну, рецепт понятия. Надо слона, видимо, развить с Ц1, защитить ладью А1, и потом же конь на Ц3 станет. Кстати говоря, в этом случае у белых будет определенное преимущество, потому что конь на Ц3 иногда опять будет скакать. Ну, у белых вот эти пешки могут постепенно двигаться. Ну, откуда расположить слона? На Е3 или на Ж5? Ну, тоже, кстати, вариант. Ну, теперь, если конь на Ц3 Ян сыграет, он будет, мне кажется, вполне доволен. Поэтому, поэтому, может быть, ферзь с А4 попробуется играть. Может быть, ферзь с С6. Вот у черных здесь есть определенные зацепки, ресурсы, потому что у белых пешечки подвисают, и где-то, может быть, ладья А4 какой-то есть интересный ход. На конь Ц3 пешка Б4, а собираемся сдвоить ладьи. Так что, вот Аронян сейчас задумался не зря. Он шахматист экстра-класса и очень хорошо чувствует критический момент. Это всегда отличает сильных шахматистов от слабых. Ну что, Ливон, давай продемонстрирую какое-то точное решение. Так. Ну вот, болельщики Ян не помню еще, говорят, что с коротким контролем он будет догонять. Ну, посмотрим, посмотрим. Тем временем очень спокойно играет Аронян. Он переводит коня с Б7 на Е6. Тоже абсолютно адекватное действие, потому что конь на Б7 был, конечно, мягко говоря, глуповат. Итак, размен на Е6 конь на Д5. Ну, по сравнению с полем А2, согласитесь, конь на Д5 выглядит достаточно толково. Другое дело, что черные сейчас смогут попросить его выйти вон. Но не сейчас. Сейчас на С6 следует БС, там слом на Е7 подвисает. Ну, к тому же вилка на Б6. У хода Б5 есть очевидное достоинство. Пешка С7 прикована к своему месту. С другой стороны, черному коню предоставляется поле на С5. Как говорится в известном фильме, одиноким предоставляется общежитие. Ну, другое дело, что кони на Е6 пока ставят неплохо. И пешку защищает, и на Д4 метит. Вот. Но что делать вот с этим вот негодником на поле Е7? Он какой-то явно неустроенный. Так что, в принципе, вот сейчас ситуация опять-таки в пользу черных. Ой, в пользу белых. В пользу Яна Непомищева, который, между прочим, покинул просто свое игровое место. Ясное дело, что отправился в места не столь отдаленные. Ну, у него такой запас времени. Ох, как Анна Рудольф обрадовалась. Смотрите, Ян Непомищев бежал, Анна Рудольф сразу сплеснула ручонками, сказала, может быть, Ян идет ко мне. Думаю, что они расположены далеко друг от друга. Ну, какие-то шутки юмора пошли на эту тему. Ну, Ливон сохраняет впечатляющие хладнокровие. Просто поставил ладью на Б8. Теперь хочет убрать слона на Д8, провести С6. Такой простецкий план по украшению строптивого коня на Д5. Так, ну что, вот мы видим, что Ян сейчас принимает ванну, пьет чашечку кофе, выпью чайку и я. Чайок у меня крепкий, вы знаете, прямо так пробирает аж до костей. Так, Сергей Юрьевич, вы рассказывали, что вы болельщик Манчестер Юнайтед в роде. Не кажется ли вам, что им нужен тренер, итальянский прагматик, а не эмоциональный португалец? Нет, дорогие друзья, Манчестер Юнайтед никогда не был такой, той командой, за которую я болею. Вообще, в английском чемпионате у меня нет таких явных каких-то пристрастий и, ну, например, за Челси я болел только потому, что все-таки это в какой-то степени наша русская команда. Вот, ну, потому что, да, Абрамович и, соответственно, наши русские деньги там работают. Вот, но нет у меня такого коллектива в Англии, за который я действительно болел. Ну, вот, например, в испанском чемпионате я болею сейчас за Мадридский Реал, мне просто очень-очень нравится Зидан. Я обожал его, когда он был игроком, сейчас он стал великим тренером. Ну, и противостояние, вот, Реала с Барселоной, сейчас я на стороне Мадридского Реала. Так что, то, что Мадрид стал чемпионом, и мне очень-очень-очень нравится. Но, конечно, я безмерно уважаю Барселону и там гениальность совершенно футболиста и все-все-все. Вот, но есть определенные нюансы, которые можно будет обсудить в другой раз. Вот, посмотрите, как этот конь белых контролирует все важнейшие поля. Защищаем пешку на Е4, но вот Ливон пытается вырваться из этого силового захвата, прорывается в центре, но я не уверен, что это решит его проблемы. Все равно слон на С8 остается пассивным, а у белых коней есть прекрасные опорные поля в центре. В Германии я болею за Баварию, ну, не поймите, что я болею именно за сильнейшую команду. Например, в Советском Союзе в хоккее, вот когда спрашивали, за кого вы болеете, болеть за ЦСКА было, ну, как-то признаком дурного тона, потому что ЦСКА это фактически была сборная Советского Союза, все выиграло. Ну, и болеть за сильных всегда хорошо, но, тем не менее, вот так уж получилось, что я болею именно за Мюнхенскую Баварию и очень рад ее успехам и в Германии, и на международных фронтах. Вот, ну, в принципе, во многих чемпионатах есть какие-то свои любимые коллективы, но, а в России уж, извините, я болею за Спартак буквально, не знаю, с того момента, как я появился на свет. Так уж, так уж получилось. Вот, Спартак у нас тоже чемпион, хотя в этом чемпионате играет из рук, вон, плохо. Видимо, спартаковцы слишком уж долго праздновали свой прошлогодний успех и пока никак не могут найти свою игру и отстают все дальше и дальше. Тем временем, Ян не помню, что образовал такую довольно сильную проходную, правда, как он будет пробивать блок на А8, не совсем понятно. Ну, наверное, как-то надо конь Д2, конь Е4, какие-то перекрутки коня делать, и именно против них и принимает меры Ливона Ронян, теперь на конь Д2 будет ход слон Ж5. Ну, вот посмотрим, вы знаете, то, что пешка оторвалась от коллектива, может быть, она кажется слабой, а ученых, между прочим, вот эти вот три пехотинца на С7, Д6, Е5, они имеют тенденцию к движению. С5, ух ты, как мощно! Ух, как мощно! Ян пытается вскрыть игру, и где-то, вы знаете, после хода А7, там ладья на А8 может действительно подвисать, там, ферст на Д5 перешивает шахом. Но ход С5 такой заводной, боевой, вот мы видим снова, что у непомнящего громадное превосходство по времени, 3,5 минуты против 1 минуты у Роняна, ну, а Ронян не из тех шахматистов, которые могут там сильно нервничать и как-то рассыпаться под воздействием временного фактора, он, в принципе, очень хладнокровный, несмотря на то, что шахматист южный, но очень хладнокровный. Вот его спокойствие, его нервная система, конечно, впечатляет. Размен на Д6, слон на Д6. Вот это мне, кстати, нравится, потому что слон худо-бедно, но входит в игру. И с учетом того, что пешкой он прекрасно защищает, каких-то серьезных угроз за белых я пока не вижу. Конь Д2, ну хорошо, конь идет на Е4, это абсолютно логично, резонно, но вот что произойдет с пешкой на А6? Вот это самый главный, самый главный вопрос текущего момента. Опа, слон С5, ничего себе, а слон-то, может быть, на Д4 перейдет? Так, ладья Б4, Ливон пытается перехватить инициативу. Другое дело, что он, конечно, немножечко подставляется. Вот сейчас, смотрите, слон на С5 висит, ладья на А8 висит. Где-то какие-то процедуры двойных ударов могут произойти, но с другой стороны у белых тоже появилась определенная слабость на пункте Ф2. Это, кстати, повод для того, чтобы сыграть король Ш1, может быть, король Ш1, Ф3 на Е4 разместить. Ладья А5, но Ян вместо этого подбрасывает дровишек в топку, потому что зависает еще и пешка Е5. А что, неплохой ход, довольно техничный, довольно перспективный. Вот у черных выбор, куда располагать слона? На Д4 или на Д6? Но вы знаете, ход Е4, это большая амбиция, потому что угрожает слон, бьет Ф2 и ферзь просто атакует ладью. А если сейчас отступим к королю Ш1, я что-то не вижу, как здесь от связки-то избавляться Ливону Григорьевичу. Вот вы знаете, ход Е4, это какая-то титаническая амбиция. Коим Б3, попытка просто наказать соперника. Теперь ладья бьет Б3, ферзь С4, съели туда. Забавно. Да, так сейчас Ливон может погореть. Знаете, слону Ф2 уже нет хода, из-за там прорисает ладья. Так, и что? Ну, ферзь Ф7, наверное, надо играть. Ферзь Ф7, отдавать этого слона, но не отдавать же ладью, да. Ну, а теперь у черных встает, у черных проблем все-таки пешка на А7 встает у белых. Ну, и трудности у черных какие-то. Причем 8 секунд, заметьте, 8 секунд всего лишь у Роняна. Ну, я не представляю себе, как можно удержать такую позицию, даже хотя бы просто пешку на А7 сыграть. Хотя Ян спокойненько ставит пешку на А3, форточку сделал. Это называется «Заплати налоги и живи спокойно». Да, сделал форточку, теперь можно дальше додавливать. Сейчас ферзь на А6 придет. Тяжелая позиция у черных, должно быть проиграно. Так, ну что? Ну что, Ян, давай-давай, соберись. Ну, надо как-то интригу нам поддержать, а то разница в 3 очка. Да, вы знаете, просто-напросто просрочил время Ливона Ронян. И это означает, что интрига у нас каким-то образом обостряется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...